Клод Руле. Данные и модель шины использования в динамике автомобиля. Лекция прочитана в рамках осенней школы Формулы Студент в Тольятти в ноябре 2020 года. Клод является одним из наиболее опытных судей конструкции Формулы Студент в мире. 144 раза он судил на соревнованиях Формулы Студент, побывав на всех соревнованиях в Европе, Северной и Южной Америке, Индии, Японии и в России. Также он известен как один из самых жестких и строгих судей, общение с которым – стресс для многих. Но при этом он большой энтузиаст Формулы Студент. На соревнованиях он первым приходит в падок и последним уходит. Большую часть свободного времени он общается со студентами. Клод более 40 лет занимается динамикой гоночных автомобилей. Его дипломный магистрский проект был изучение аэродинамики построенного им гоночного автомобиля. Он работал гоночным инженером и специалистом по динамике в ряде крупных гоночных серий. В середине 1990-х он основывает свою фирму Optimum G, которая занимается разработкой программного обеспечения, сопровождением гоночных команд, преподаванием. Список их клиентов потрясает. Они делали семинары и в команде Ferrari Formula 1 и для производителей шин и для крупных автомобильных корпораций. О его энтузиазме и отношении к проекту Формулы Студент говорит тот факт, что когда в 2020-м он участвовал в онлайн-судействе соревнований Формулы Студент Россия, его компания сопровождала клиентов в гонке Лиман, боровшихся за победу в категории LMP2. Клод верит, что создание мостов лучше, чем создание стен, поэтому он готов поддерживать соревнования Формулы Студент по всему миру, тратя на это свое очень недешевое время. Итак, Клод, скажи что-нибудь для проверки. Да, без проблем. Мы будем говорить этим вечером, утром для меня. У нас 11 часов разницы между США и Россией. Мы будем говорить о важности шин и почему важно использовать данные по шинам, которые команды Формулы Студент могут получить из ТТС, Консорциума по испытаниям шин. И мы будем говорить о том, как использовать модель шин в проектировании, симуляции, тестировании и развитии автомобиля класса Формула Студент. Или в действительности любого автомобиля. Скажи, этого достаточно или нужно больше информации? Хорошо, я думаю, мы готовы начинать. Хорошо. Ты можешь начинать презентацию, у нас все готово, тебя хорошо слышно. Хорошо. Перед тем, как я начну эту презентацию, я скажу, Андрей, я вышлю тебе эту и следующую презентацию. Очевидно, что это твое решение рассылать это студентам или нет, но, как по мне, это публичные материалы, и они принадлежат людям, если они хотят этого, конечно. Итак, добрый вечер, джентльмены из России. Это хорошо, это удовольствие докладывать вам. В Формуле Студент есть своего рода Объединенная Нация, и я очень счастлив на протяжении многих лет судить команды из множества разных университетов и многих разных стран. В действительности, я был судьей 144 раза в своей карьере, и одна из фантастических вещей – это встречать разные нации, разные культуры, да даже разную еду также, когда я посещаю страны. Я не могу быть бок о бок рядом с вами, к сожалению, в противном случае я был бы на Формуле Студента Россия. Но мы хотя бы можем общаться, и позвольте мне сказать пару слов о себе. Мне 66, я из Бельгии, я живу в США, и я потратил 43 года в области конструирования гоночных автомобилей, разработка автомобилей, тестирование автомобилей, динамика автомобилей. И я владею маленькой компанией под названием Optimum G, которая имеет три направления деятельности. Мы преподаем в университетах и для компаний динамика автомобилей, мы даем много консультаций для гражданской автомобильной промышленности и автоспортивной индустрии. И мы создаем, управляем и поддерживаем, развиваем программы симуляции. Итак, сегодня мы будем говорить о данных по шинам и использовании модели шин в симуляции концепции автомобиля, в конструировании, тестировании и развитии. Потому что путь, в котором надо работать, концепция, означает, делаете ли вы крылья или не делаете, шины 10 дюймов или 13, трубчатая рама или углепластик, один цилиндр или четыре. И тогда вы делаете симуляцию, и вы должны провести симуляцию до того, как вы начнете разработку любых частей вашего автомобиля. Поэтому, конечно, когда автомобиль изготовлен, дальше тесты и развитие, и это, между прочим, одна из основных проблем в формуле студент, когда автомобиль завершен слишком поздно и протестирован недостаточно. Обычно, когда вы занимаетесь формулой студент, половина времени должна уделяться тестированию и развитию. Так, почему шины важны? Это про безопасность и вы, например, разбираетесь в прошедшем инциденте. Или же это про характеристики, все это происходит в шинах. Я должен сказать вам, я не люблю шины больше, чем я люблю аэродинамику, или кинематику, или амортизатор, или жесткость шасси и накручение. Но действительность такова, что шина – это единственный элемент автомобиля, который находится в контакте с землей. Большая часть управляемости, в основном, это про силы и моменты в шине, когда вы говорите про полярный момент. Давайте я скажу простыми словами. Если у вас слишком много полярного момента, у вас автомобиль с избыточной поворачиваемостью. Если у вас недостаточно полярного момента, у вас автомобиль с недостаточной поворачиваемостью. Будь то про точность управления, стабильность, возможность избежать инцидент, будь то про повороты восьмерка, торможение или ускорение, комбинированное ускорение, продольное и поперечное. Понимание ваших шин существенно важно. Это первый шаг, который надо сделать в конструировании автомобиля. Я имею ввиду, первые два шага – это знать регламент и понимать регламент, и второй шаг – понимать ваши шины. Даже если вы работаете в гражданском автомобилестроении, у вас есть система по типу ESP, ABS, контроля тяги. Если вы не знаете как, вы не знаете как написать программу, которую вы будете использовать в ESP, ABS. Шина – это наиболее важный компонент автомобиля. Это единственная связь с асфальтом. Надеюсь. Надеюсь, конечно. Да, если вы перевернетесь на крышу, то вы, конечно, будете иметь какой-то коэффициент сцепления под главной дугой, но обычно это не то, что должно происходить. И любые другие секции динамики автомобиля – подвеска, динамика, трансмиссия – все это про улучшение использования шин. Так что это не только сугубо про шины, это еще и про связь между машиной и человеческим существом. Вы поворачиваете рулевое колесо. Есть ли у вас контроль? Автомобиль реагирует. Это все про пятно контакта. И потом. Это работает и наоборот. Чувство водителя, водителем поперечного и продольного ускорения, изменение этого ускорения, которое он получает на рулевом колесе и в плечах, идет из-за пятна контакта. Вам нужны шины, которые слушают водителя, но также вам нужны и шины, которые дают реакцию водителю. Так что первое – шины должны слушать, второе – должны давать реакцию, и третье – они должны разговаривать с водителем. Очень хорошая шина, которая работает в очень узком диапазоне, не говорит с водителем, и она не обязательно легка в работе с собой. Когда вы говорите о силах и моментах шины, это поперечная сила – Fy, продольная – Fx, и моменты – Mx, My и Mz. Мx – это то, о чем обычно большинство людей не задумываются. Опрокидывающий момент, или, как некоторые люди называют его, момент развала. My – это тормозящий или крутящий момент, и Mz – стабилизирующий момент. Это все функции угла увода, коэффициента проскальзывания, вертикальной нагрузки, угла наклона или развала, в зависимости от системы координат, в которой вы работаете, скорости как таковой, давление, температура, конструкции колесного диска, не только от ширины диска, но и от конструкции, и также от таких вещей, как износ шины и многих других факторов. Я работал с производителями шин, такими как Michelin. Michelin говорили мне в 2003-м, что для них шина – это система с 220 000 степенями свободы. Нет такого компьютера, который мог бы в реальном времени управлять 220 000 степенями свободы. Так что я должен сказать вам – это сложная система. Корт и состав резины – это очень сложные вещи. Давайте я сейчас прокомментирую здесь, до того, как мы погрузимся в тему. Если вы хотите, моя компания, например, если вы хотите получить одну шину, а одну модель шины, это будет стоить вам два дня испытаний на испытательном стенде для шин, это будет стоить вам минимум 12 000 долларов, и это будет стоить вам 6 комплектов резины. Это минимум. Есть люди, которые тратят 4 дня, 20 шин и 20 000 долларов минимум. Иногда больше. Студенты имеют доступ к этому за 500 долларов. Прямой вклад и все шины, которые есть в доступе, такие как Hoosier, Goodyear, Continental и другие. Все данные могут быть получены благодаря TTC. TTC – это консорциум по испытаниям шин. Это абсолютная глупость для команды формулы студент не потратить эти деньги. В действительности, это первое, что бы я сделал – понимание шин. Теперь у вас есть необработанные данные, и вы должны обработать их для создания математической модели, которая будет использована для двух вещей – определение параметров автомобиля, изменение развала, правильная температура, правильный развал и подобные вещи. А также проектирование автомобиля. Это можно использовать на стадии концепции и на стадиях тестирования и развития. Теперь вы должны понимать оборудование для испытания шин, процедуру испытания шин, и вы должны испытывать правильные вещи в правильном порядке. Хорошо. Дуг Миликин, вы знаете, тот мужик, который написал книгу «Динамика гоночного автомобиля». Вот он говорил, мы просим детей решать инженерную проблему, не предоставляя инженерных данных. Вот почему он создал TTC – консорциум по испытаниям шин. И теперь у вас, ребята, есть доступ к данным по шинам. Итак, какая цель испытания шин? Понимание, как ведет себя шина – это номер один. Что мы ищем? Силы и моменты. Три силы и три момента. Размер, положение и скорость. Угол увода, коэффициент проскальзывания, угол наклона, скорость и радиус, качение или динамический радиус, влияние давления и температуры и другие вещи, такие как износ и деформация и некоторые другие. Часть параметров мы контролируем, остальные измеряем. Итак, когда вы испытываете шины, у вас два решения. Вы можете использовать испытательный стенд для шин или использовать автомобиль. Оба метода имеют свои преимущества и лучшие команды используют оба подхода. Большое преимущество испытательного стенда в том, что вы можете проводить испытания всегда, когда идет дождь ночью и днем. Вам не нужно арендовывать трассу, вам не нужно перевозить ваш автомобиль на трассу. Легко использовать измерительные инструменты и испытания имеют крайнюю высокую степень повторяемости. Проблема же в том, что такие испытания не идеальны, потому что поверхность, на которой вы проводите испытания, испытания не такая же, какую вы имеете в Хоккентхайме, Монса, Спа или любой другой трассе. Они очень требовательны и очень дорогие, и они не всегда доступны. Когда вы испытываете шины в ходовых испытаниях, у вас есть настоящая трасса, это точно. Есть одна штука, которая у вас есть, то есть, которой у вас нет слева, но есть справа водитель. Так что у вас будет еще и субъективный отзыв, что очень важно. У вас будут данные о взаимодействии с автомобилем. Доступность испытаний тут под вопросом. Стоимость определенно. Это стоит целое состояние провести такие испытания. Проблема в том, что трасса всегда разная. Трасса утром и трасса вечером всегда разные. И у вас столько параметров. Потому что, когда вы испытываете автомобиль, все такие вещи, как развал, температура, давление, вертикальная нагрузка, развал, угол увода, коэффициент проскальзывания, все эти вещи изменяются каждую миллисекунду. Вот здесь, слева, на испытательном стенде, вы можете сделать параметрическое исследование. Я никогда не забуду, когда я посещал Калспен, где расположен испытательный стенд, где получаю данные для TTC. В 1994 году, о, мамма миа, 24 года назад, мужик оператор стенда, к слову, сейчас там работает он же, сказал мне, Клод, здесь ты не испытываешь, ты здесь моделируешь. Вы будете испытывать шину под разными вертикальными нагрузками, при прочих равных, или при разном развале, при прочих равных, тем самым делая параметрическое исследование. Итак, кто-то использует стенды с плоским ремнем, как вот этот. Так, я не буду тратить здесь много времени на разбор деталей сейчас. Кто-то использует барабанные стенды, такие, как вот этот. Тот, который вы видите справа, это в Ахене, университете в Германии. Вы должны понимать преимущества и недостатки, недостатки разных типов. Кто-то использует внешний, а кто-то внутренний барабан, где шины расположены внутри. Но они не так хороши, как стенды с плоским ремнем, который здесь показан, потому что пятно контакта не такое же. Они полезны, но не репрезентативны. Кто-то делает испытания, используя стенды в прицепе, что также имеет преимущества и недостатки. Одно из наибольших недостатков в том, что вы можете поставить тормоза на испытуемое колесо, но вы не можете поставить двигатель, потому что если вы поставите двигатель, чтобы испытывать в тяговом режиме, вы будете толкать тягач, и тогда вы не сможете проводить испытания на высокой скорости. Но некоторые команды Formula Student все-таки делают это. Некоторые команды строят свои испытательные машины, используя маленький прицеп или пикап. А вот, что мы делали в Optimum G. Это пример испытаний, которые мы делали много лет назад с датчиками силы, измеряя развал, углы вода. На этом автомобиле здесь установлено датчиков на 1,7 миллиона евро. Такого типа работу делает Optimum G. Теперь, когда вы делаете испытания по типу этих, вы получите голубую линию, соответствующую разным углам увода. Красную линию разную вертикальную нагрузку, извините, и зеленую линию разного угла развала. Итак, это способ, которым обычно мы проводим обработку. По оси Х вы имеете номер записи. Вы должны знать частоту, на которой вы снимаете данные. Например, если вы записываете на частоте 100 Гц, то у вас здесь будет 130 секунд испытаний. Мне, думаю, мы записывали на 50 Гц в Калспане. Я не помню точно. Вот так выглядит полная серия испытаний. Вы можете увидеть здесь красная линия. Это разная скорость. И вот где вы, для примера, видите, скорость идет вверх и вниз. Это значит, что мы делали испытания в тормозном и в тяговом режиме. У вас есть все эти колебания углов увода из стороны в сторону, где вы испытывали шину на разных углах увода. И потом вы испытываете шину с разным давлением. В этом случае давление будет примерно одно и то же все время. Далее у вас также испытания на разные вертикальные и нормальные нагрузки. Итак, прежде всего вы должны знать, что иногда вы здесь греете шины, потому что здесь есть участки испытаний, данные с которых не пригодны для использования. Это просто процедура тестирования такая. Смотрите, между тем мы испытываем шины на разной вертикальной нагрузке с нормальной продолжительностью по времени, тем самым разогревая шину. Вы знаете, шина при 40 градусах, при 60 и при 60 и 80 градусах ведет себя не одинаково, поэтому мы должны работать шиной внутри ее рабочего диапазона по температуре. Далее, время от времени мы повторяем испытания, чтобы увидеть влияние износа. Шина после 10, 20 и 30 минут не будет той же самой, поэтому мы повторяем испытания, чтобы увидеть, как сильный износ шины влияет на сцепление. В продольном и в поперечном направлении. Потом, в этом примере мы делали синусоидальные колебания или ступенчатое изменение угла, что позволяет измерить вам длину релаксации. Так, длина релаксации это когда вы поворачиваете рулевое колесо или создаете угол ввода, но ступление имеет небольшую задержку. Оно не возникает немедленно и вы должны понимать это, если хотите понимать вашу шину и ваш автомобиль в переходных режимах. Мы также испытывали жесткость на скручивании вертикальной жесткости. Позвольте дать пример, почему вертикальная жесткость важна. В гоночном автомобиле, грубо, не на Формуле Студент, а на гоночном автомобиле, грубо, половина изменения высоты кузова по высоте в движении идет от хода подвески, а другая половина от деформации шины. А эти автомобили очень чувствительны, особенно спереди, даже к полумиллиметрам. Вы меняете высоту кузова на половину миллиметра, статические или динамические, и автомобиль полностью другой. И поэтому очень важно, чтобы вы знали вертикальную жесткость. Жесткость на скручивании также важна, потому что она помогает понять водителю, какой отзыв он получит на рулевом колесе. Мы также измеряли отклонения слоев корда и конечность. Не все шины одинаковые. В основном мы разворачивали шину в другом направлении. Чтобы вы поняли, если вы захотите, чтобы я объяснил отклонения слоев и конечность, это займет отдельный семинар, отдельный час, наконец, чтобы понять это. Но вам хотя бы должны быть знакомы эти названия. И после мы, конечно же, снимали все силы и моменты. Чувствительность к развалу, то есть мы испытывали шину с углом минус 2, минус 4, минус 2, 0, плюс 2, плюс 4, плюс 6 градусов развала. И после этого у вас будет вот это вот. Например, вы испытали три разных давления. Внутри каждого давления вы испытали разные углы увода для разных скоростей. Вот первая, вторая, третья серия по скорости. И здесь у вас есть три разные вертикальные нагрузки. Итак, это большое количество испытаний, которые вам нужно сделать. И вы должны обработать данные. В идеале, вы должны построить, как на примере здесь, поперечную силу сцепления от угла увода с вот таким двумерным окном входящих данных. Вот здесь у вас есть одна, две, три вертикальные силы и четыре разных угла развала. Хорошо, а теперь немножко остановимся здесь. Здесь вы смотрите на модель, а здесь вы смотрите на данные. И мы сделали весьма не хорошую работу, потому что модель хорошо вписывается в данные. Но будьте очень осторожны с этим. Вы видите, что угол увода находится в диапазоне от минус десяти для плюс десяти градусов. А дальше идет экстраполяция. Это экстраполяция. Если бы вы сделали реальное испытание, возможно, данные оказались бы здесь или как здесь. Вы не знаете. Поэтому вы должны быть очень осторожны, создавая модель автомобиля, чьи шины могут работать на углах увода вне диапазона скоростей, развала, нагрузок, на котором вы проводили испытания. Давайте предположим, что у вас много денег, и вы идете на шинный стенд с вашими шинами и говорите, «О, я хочу испытать мои шины». И оператор подходит на вас, и он спросит, на каких вертикальных нагрузках, на каких скоростях, с каким давлением, с каким развалом, с какими углами увода и коэффициентами проскальзывания. Вы должны заранее иметь представление, какая у вас рабочая зона по вертикальной нагрузке, по давлению, по скорости, развалу и так далее, внутри которой будет работать ваша шина, когда вы идете на шинный стенд, перед тем, как вы идете на шинный стенд. Теперь, после этого, вы получите, я не помню, когда вы участник 10, вы получите, как мне кажется, 700 мегабайт информации. Вы должны импортировать данные, потому что, потом вы должны отбросить некую часть данных, которая вам не пригодится. Это то, что мы называем обрезка. И после вам надо провести некую очистку, потому что у вас есть частота записи данных, шум, гестерезис, эффекты, связанные с взаимодействием колеса и шины, шины и поверхности. Позвольте привести пример здесь. Так, перед тем, как идти дальше, вы говорите по-русски. Я говорю по-французски, потому что по происхождению я не англичанин, а некоторые люди. Да, да, да. Я говорю по-французски, потому что по происхождению я бельгиец. Кто-то говорит по-португальски, кто-то по-немецки, кто-то по-испански. Я не изобрел это. У вас будет та же проблема, потому что некоторые люди работают в сии. Некоторые люди работают в миллиметрах, некоторые в дюймах, некоторые работают в ньютонах, а некоторые все еще работают в фунтах, к сожалению, в США. Но это то, что мы имеем. То же самое для шин. У вас есть система координат САИ, адаптированная САИ и так далее. ИСО, адаптированная ИСО. И если вы говорите об FX, от угла увода. А, все совпадают, фантастика. Все говорят на одном и том же языке. Но поперечная сила от угла увода в САИ, положительный угол увода дает отрицательную силу сцепления, а в адаптированном САИ положительный угол увода – это положительная сила сцепления. Понимаете? Вы должны знать это. Давайте я вам расскажу историю. В 2018 я проводил семинар в компании Michelin. И две недели спустя я проводил семинар в Bosch. Один во Франции, один в Германии. И там и там ребята сказали мне, что 25-30% времени, которое они проводят с клиентами, а Michelin и Bosch работают с Opel, Volkswagen, BMW, Peugeot, Chevrolet и другими. 25-30% времени – это убедиться, что они говорят на одном языке, что они используют те же единицы измерения, ту же систему ссылок, ту же систему координат. Вы очень удивитесь. Для некоторых людей ось Y положительная налево, а для других – направо. Ваши правила знаков, ваша система отсчета, начало координат – все эти моменты крайне важны. Итак, давайте вернемся обратно к использованию данных. Вам нужно обрезать данные. Вот для примера. Это зона, где вы разогреваете ваши шины. Вы не получите отсюда никаких данных, поэтому вы выкидываете это. Здесь вы охлаждаете вашу шину. Вам не нужна эта информация, вы должны убрать ее. Этот процесс должен быть автоматизирован. Некоторые испытательные центры делают это сами для вас. В некоторых вам надо будет сделать это самостоятельно. Хорошо. После этого вы должны позаботиться о гестерезисе, потому что есть некие вариации по причине температуры. И вам нужно суммировать эти линии в одну линию. К слову, в действительности та же проблема есть и для амортизаторов. И после этого вы должны решить, какую модель вы хотите использовать. Это другая история, но если я был бы вами, я бы использовал как минимум версию 5.2 модели MF, Magic Formula, волшебная формула. Вы знаете, мистер Пасешко – это создатель модели шины. В общем-то история мистера Пасешко такая. Ганс Пасешко, который умер 2 или 3 года назад, он был пионер. Он из Венгрии, и он пошел учиться в университет в Делфите. И поэтому голландцы так хороши в моделировании шин, между прочим. Он обучался в университете в Делфите и испытывал шины на стенде. И сказал, о, тут прям полотно точек. Должно быть уравнение, идущее через полотно точек. Хорошо. Он собрал данные здесь и нашел уравнение, идущее через середину этого полотна. И сказал, хорошо, но если я изменю вертикальную нагрузку, то это будет другой полотно точек и должна быть другая линия. И, в общем-то, вы приходите к уравнению. Если мы возьмем версию 6.1 или 6.2, как мне кажется, там около 118 коэффициентов. И поэтому, если вы запишите уравнение словами, это одна страница, это большая штука. Они имеют преимущество и имеют некое неудобство. Но если бы я был вами, я бы не использовал ничего ниже 5.2 минимум. Я бы не играл вот с этими динозаврами здесь. Так, теперь, когда вы выполняете моделирование, вы сначала вписываете поперечную силу. Потом, когда вы сделали это, вписываете стабилизирующий момент, MZ. Потом вы делаете FX в тормозном режиме и комбинированном. Когда вы испытываете шины, вы работаете с чистым торможением или с чистым поворотом. И иногда вы используете комбинацию торможения и ускорения. Ой, торможение и поворота. Или ускорение и поворота. Тогда, после этого, вы имеете всю информацию и делаете FY, комбинированную, что значит поперечная сила с торможением или ускорением. И потом, после этого, вы делаете MZ и потом уже вы делаете MX. Обычно это тот порядок, который я бы советовал вам, чтобы сделать это. Хорошо. Опять, у вас есть два решения. Одно из решений – это сделать все самим в MATLAB или C++ или как-то иначе. Либо же купить небольшую программу по типу Optimum Tire. Я покажу вам несколько примеров здесь. Я не призываю вас покупать софт моей компании. Это ваше решение. Вопрос здесь в том, как много времени и опыта вам потребуется, чтобы сделать это. Я имею в виду, вы строите автомобиль или же создаете софт. Есть некоторые команды с большим опытом. Они могут сделать свою программу моделирования шин. Если у вас нет слишком много денег, вы все равно можете получить Optimum Tire. Позвольте сказать… Да, я должен сказать, это небольшая реклама, но Optimum Tire стоит 45 тысяч долларов. 45 тысяч долларов, но студенты могут получить ее за 295 долларов. Так что это меньше, чем 1% от времени от цены. Позвольте показать вам… Я буду быстро здесь. Немного данных, которые вы можете создать с использованием модели шины. Здесь у вас сцепление в поперечном направлении. Поперечная сила от угла увода. Это настоящие данные, поэтому я не проставлял значения на осях x и y в зависимости от вертикальной нагрузки. Да, тут в пунктах. Но у вас 2, 3, 4, 5 разных вертикальных нагрузок и 3 разных угла развала. Это пример мгновенной угловой жесткости, сопротивления по углу увода, что мы называем угловой жесткостью. Этот угол – это изменение поперечного сцепления, этот угол. В общем, это тангенс. Вы можете увидеть, когда кривая плоская, угловая жесткость равна нулю, и угловая жесткость может быть и отрицательной. Это то, что мы называем мгновенной угловой жесткостью. Как вы можете видеть, вначале вы имеете большой угол, и потом он становится все ближе к нулю. Вот это мгновенная угловая жесткость. В данном случае для 4 вертикальных нагрузок и 2 углов развала. Это даст вам понимание, когда вы повернете руль, насколько большую эффективность вашего вложения вы получите. Когда я создаю угол увода для создания поперечной силы, буду ли я иметь вначале много, а в конце я буду поворачивать руль дальше, а реакция не будет большая или даже еще хуже. Иногда вы создаете такой большой угол увода, что вы даже начнете терять сцепление. Это поперечная сила от угла увода для разной вертикальной нагрузки и разного давления. Это даст вам понимание. Вы видите это для примера здесь. Это становится интересным. Потому что, если вы посмотрите сюда или особенно сюда для примера, вы увидите, что голубая линия давления даст вам больше сцепления, чем более высокое давление на малом угле увода, то есть на входе или выходе из поворота. Но если вы на восьмерке, то голубое давление не настолько хорошо, как красное. Но история абсолютно разная в зависимости от вертикальной нагрузки. Это очень полезно для людей, кто пытается поиграть в гоночного инженера. Это стабилизирующий момент от угла увода для четырех разных вертикальных нагрузок и трех углов наклона или углов развала. И это будет очень полезно для расчета момента на рулевом колесе. Ребята, в Формула Студент множество людей недостаточно беспокоиться об этом. Ваш крутящий момент на руле не должен превышать 5 Нм. Многие даже не считают его. Я сидел в автомобиле Формула Студент, в котором я должен был быть Арнольдом Шварценеггером, чтобы повернуть рулевое колесо. Так что я крайне, крайне, крайне рекомендую вам считать его и одной из вещей, которая будет вам необходима. Но не единственная. Это известный момент МЗ, стабилизирующий момент. Знаете, этот стабилизирующий момент может колебаться от 50 до 500 Нм. Конечно, у вас есть рулевой механизм, который понижает момент, потому что там есть передаточное число, но вы должны знать это. Это стабилизирующий момент от угла ввода, но при разном давлении и разной нагрузке. Так, это очень… это говорит вам, как сильно вы видите, что водитель будет иметь очень разные ощущения в зависимости от давления и даже в зависимости от нагрузки. Это потребуется, чтобы посчитать момент на рулевом колесе. Это продольная сила от коэффициента проскальзывания. Положительный коэффициент проскальзывания – это когда вы ускоряетесь, отрицательный, когда тормозите. Очевидно, цель сделать автомобиль… Тут я перемещусь сюда. Цель – заставить шину работать на пике по углу увода. Вы видите, пик по углу увода изменяется при разной вертикальной нагрузке в повороте. А в торможении или разгоне цель будет заставить шину работать на пике по коэффициенту проскальзывания. Это другой график, который вы можете создать. Это широко известный MX – опрокидывающий момент. Так, MX – это опрокидывающий, не крутящий момент, когда вертикальная сила в шине действует не в центре. То есть, ваша шина выглядит примерно так, и пятно контакта, когда вы ставите какой-то угол развала. Максимум силы расположен по одной стороне, и это создает момент MX. Очень полезно, чтобы определить, какой оптимальный развал. Вот это опрокидывающий момент от коэффициента проскальзывания. Оп! Моя ошибка, моя ошибка. Тут ошибка, тут должен быть угол увода. Вы знаете, поскольку вы записываете, я, пожалуй, так, угол увода. Моя ошибка, меняем здесь хорошо. Хотя бы мы это исправили. Угол увода для разных. Это эллипс сцепления. Теперь мы совмещаем продольные поперечные силы. Я показываю вам половину эллипса сцепления. И здесь вы видите изолинии различных вертикальных нагрузок, различных углов развала. Это даст вам понимание сцепления, которое вы можете получить. Конечно, вот оранжевая линия, где вы имеете только 50 фунтов вертикальной нагрузки. Это автомобиль Формул Студент. 50 фунтов это около 200 ньютон, что-то около 250. Да, да, это около 220 ньютон, это 22 килограмма. Это в действительности немного. Но именно поэтому я не указал данные на графике здесь. Я не хочу разжевывать для вас всю работу. Но тем не менее, вы имеете разную вертикальную нагрузку, видите, от оранжевой до коричневой или темно-синий. Вы имеете разные комбинации FX и FY. Очевидно, чем больше вы прикладываете вертикальную нагрузку, тем больше сцепления вы будете иметь. Вот поэтому люди используют прижимную силу. Это то, что мы называем мгновенной жесткостью по развалу. Другими словами, когда я добавляю 1 градус развала, какую величину преимущества я получу? Итак, преимущество от 1 градуса развала не одинаково при давлении 8 и 14 PCI в шине. И оно не одинаково при разной вертикальной нагрузке. Это очень-очень полезная информация на этапе проектирования автомобиля. Это пример, на котором мы имеем 3 разных шины, поперечная сила от угла увода сейчас. Очевидно, что если вы работаете, вы понимаете, что вы бы использовали голубые шины до тех пор, пока вы не стали работать с очень большими углами увода, где зеленая шина была бы лучше. Я покажу вам примеры этого попозже. Это последний пример для чувствительности по нагрузке для разных углов увода. И вы можете увидеть, что если вы добавляете больше нагрузки, это по направлению налево, вы видите, что, к сожалению, линия не всегда имеет тот же угол. Вы можете увидеть, что иногда добавляя слишком много нагрузки, вы начинаете терять сцепление. Это эффективность ваших инвестиций. Когда вы идете от 1000 до 2000 ньютон, изменения большие. Но когда вы идете от 9 до 10 тысяч ньютон, вы не получаете такой же эффективности и инвестиций. И хорошо, что вы измерили это. Итак, давайте будем немного практичными. И я покажу вам, что вы делаете с этими данными, когда вы подходите к симуляции динамики автомобиля. Хорошо. Давайте посмотрим, например, здесь. Поперечное сцепление от угла увода. Малая нагрузка слева и большая нагрузка справа. Здесь, если вы посмотрите на малую нагрузку, левая сторона, какую шину вы выберете? Очевидно, красную. Красная определенно выше везде во всем диапазоне углов увода. Хорошо. А на большой нагрузке, я бы выбрал зеленую. Она победитель. На большом угле увода после пика, очевидно, нет большой разницы между зеленой и красной. А синяя, вы определенно не хотите синюю шину. Видите смысл? Хорошо. Если вы управляете автомобилем на восьмерке, если у вас прижимная сила или нет прижимной силы, и вы рассуждаете о наружной и внутренней шине, внутренняя шина будет менее нагружена, внешняя более нагружена. Зеленая, очевидно, победитель. Будьте осторожны. Это для одного заданного развала. Вы имеете 3 кН здесь. Извините. Вы имеете 3 кН здесь и 6 кН здесь. 300 и 600 кг. Вы не знаете угол развала. Так что будьте осторожны с быстрыми выводами. Но здесь, если смотреть только на поперечную силу, я бы взял красную. Другой способ посмотреть на это, это то, что мы называем угловой жесткостью. Другими словами, вы смотрите здесь на угол, который вы имеете между разными точками. Вы видите, шина А имеет низкую угловую жесткость. Среднюю шина Б, которая здесь зеленая, и красная, с высокой угловой жесткостью. Здесь у нас поперечная сила от угла увода, и здесь у нас угловая жесткость в ньютонах на градус, которая есть вот этот угол здесь. Синяя шина, вот здесь это очень интересно, потому что все они растут все медленнее и медленнее, но очень интересно, что на 6 кН вертикальной нагрузки, будьте осторожны, здесь поперечная сила от углового ввода, а здесь угловая жесткость от нагрузки. И вы видите, что как только вы проходите 5,5 кН и буп, угловая жесткость становится все меньше и меньше. Угловая жесткость имеет большое значение для управляемости и стабильности. Большое влияние на управляемость и стабильность. Об этом мы будем говорить в следующей презентации про управляемость и стабильность. И в общем, когда вы используете малые углы увода, вы находитесь на входе в поворот, где вы используете диапазон от 0 до 1,5 градуса. И от 1,5 до 3 градусов вы на высоких углах увода, на средних углах увода. А когда вы в апексе, в идеале вы должны быть в районе пика, в зависимости от... Тем временем, заметьте, пик красной шины находится около 3,5 градусов, когда у синей шины он где-то в районе 7 градусов. Очевидно, вы не управляете автомобилем и не настраиваете его настолько по-разному в зависимости от установленных шин. Ребят, это именно то, что вы должны сравнивать, когда вы выбираете между 10-дюймовыми Avon и 13-дюймовыми Goodyear и Continental и всеми другими шинами, к которым есть доступ через TTC. Это то, что мы называем мгновенная угловая жесткость. И вы помните, угловая жесткость – это угол здесь и этот угол изменяется. Вы видите, угол будет около нуля здесь и немного отрицательным далее. Вы видите, что на высоких углах увода вы идете в отрицательную область. А теперь догадайтесь, что угловая жесткость красной шины, очевидно, лучше, но она также очень быстро деградирует. Синяя же имеет меньшую угловую жесткость, но она проще, показывает меньшее влияние и, как следствие, меньшее падение. Поэтому шина C имеет большую угловую жесткость на входе в поворот, но вы быстро потеряете угловую жесткость на высоких углах увода. Шина B имеет меньшую угловую жесткость, но схожую степень изменения по повороту. Шина A целиком ниже по уровню жесткости в начале. Голубая линия, но она очень стабильная. Она проще в управлении для водителя-любителя. Аккерман. А, известный Аккерман тут. Давайте посчитаем. Когда вы имеете шину C, и у вас тут 2,5 кН, что значит, что вот этот график для внутренней шины слева и для внешней шины справа. Что ж, давайте посмотрим на шину C. Шина C работает в идеале на пике около... Так, мы говорим о восьмерке здесь, около 6 градусов угла увода. Когда здесь, пик для внешней шины около 4,8 градуса. Поэтому вам нужна разница в 1,2 градуса угла увода между... Оп, извините. Между внутренней и внешней шиной. Если у вас есть шина B, пик по углу увода 8,5. Когда здесь, вы имеете только 5 градусов. Поэтому разница 3,5 градуса и так далее. Понимая, где пик, на котором вы должны работать, вы можете рассчитать геометрию вашей рулевой. Понять, какой Аккерман вам нужен. Другой случай – это чувствительность к нагрузке. В этом примере мы знаем, что рабочая зона, когда вы выезжаете на трассу, это не Формула Студент. Формула Студент имеет куда меньше нагрузки, чем эти. Но вы где-то между 3 и 5,5 килоньютонами вертикальной нагрузки. И у вас здесь пример шины C с разной вертикальной нагрузкой. И это интересно. Потому что μ – коэффициент сцепления. Это, кстати, очень хорошая шина. У нас тут 1,9. Коэффициент сцепления спадает постоянно. Но наклон всегда одинаковый. Одинаковый для красной и зеленой шины. Но синяя шина деградирует очень быстро. Если вы добавляете прижимную силу на синей шине, и у вас будет не лучший отклик на ваше вложение. Вы видите, здесь мы используем одинаковое превращение вертикальной нагрузки. Мы добавляем 1 килоньютон каждый раз. И вы видите, отклик падает. μ падает. Другой пример – чувствительность по развалу. Так, мы испытываем шину на одной вертикальной нагрузке с 0,24 градусами наклона. И вы смотрите, как развал влияет на вертикальную, ой, на поперечную силу. Между минус одним и… Нет, это угол наклона. Что значит, он измеряется от положительных до отрицательных величин. И здесь это выглядит… И вы должны быть осторожны с этим. Чем больше развала, тем лучше. Да, это одна из проблем. Проблем экстраполяции. Вы никогда не испытаете шину на стенде с углом в 8 градусов. И в реальности, если вы дадите такой большой развал, вы саживаете шину по внутренней стороне. Но, как минимум, вы будете иметь показания, какой наклон имеет характеристика от развала. Это же пример поперечной силы от развала. Здесь… Вы здесь проходите углы от минус 9 до 2,5. Причина наличия гистерезиса здесь в том, что вы меняете угол увода туда-сюда для снятия характеристики. Но, как минимум, вы можете построить линию тренда и посмотреть изменения поперечной силы от развала. Вы видите, это для красной… Для одной и той же шины на трех различных нагрузках. Последняя вещь, которую я хочу показать вам, это вот этот пример, где мы тестировали шину и смотрели на коэффициент сцепления Fy, деленный на Fz. И причина, почему мы имеем все эти линии здесь, в том, что мы делаем замер по углу увода. И это интересно, потому что, если вы посмотрите на лучшую температуру для шины А, кажется, что… Это, кстати, шины Формулы Студент. Потому что я могу сказать, что если бы это были гоночные шины, оптимальная температура была бы 90 или 100 градусов. Но, тем не менее, шина работает лучше на температуре около 55 градусов. Зеленая шина, вроде бы, работает лучше на более высокой температуре 60-63. И красная шина также работает лучше на температуре, которая также выше. Итак, это простейший график, который вы можете сделать. Позвольте показать вам примеры. Это гоночные шины, я не скажу, какие. Лично я узнаю эти шины. Это Bridgestone, Firestone, Michelin, Yokohama, Goodyear и Dunlap. И вот эти шины вы не захотите использовать в лонках. Но это очень интересно. Позвольте мне спросить у вас здесь. Какие шины вы предпочтете использовать? Идеальная шина, которая дает вам наибольшее сцепление, это оранжевая. Если, если вы сможете заставить ее работать между 110 и 150 градусами. Желтая шина. Хорошая шина. Но она деградирует очень быстро, от 70 к 90 градусам. Характеристика падает. Фиолетовая шина. Фиолетовая шина намного... Она не лучшая, но она имеет наибольшее длинное и широкое рабочее окно, от 70 до 150 градусов. Это пример тех вещей, что вы можете делать с моделью шины. Давайте поговорим о стабилизирующем моменте здесь. Мы находимся примерно в 5-6 слайдах от завершения сейчас. Стабилизирующий момент MZ имеет большое значение. Ох, тут ошибка, здесь ошибка. Вот здесь Fy от угла увода. Прошу прощения, поперечной силы. Ну ладно, у вас есть стабилизирующий момент от угла увода. И вы видите, что шина A наиболее требовательна в отношении... Ну, вы видите, 260 Нм. В зависимости, конечно, от направления угла увода, положительная или отрицательная. Причина, почему шина настолько асимметрична, либо в том, что шина не одинаково слева и справа, изготовлена с разными сторонами, либо же она испытана с наличием угла развала. Но, в любом случае, вы видите, у вас есть 2,9 градуса здесь, и у вас есть 6,7 градуса для максимального сцепления. Опять повторяю, здесь должно быть Fy. Итак, идеальное сцепление на 6,7 градусов увода, что выше, чем для MZ. Это значит, что водитель поворачивает рулевое колесо и чувствует, как усилие падает. Чувствует, как теряет сцепление. Но это неправда. MZ падает. После 2,9 градусов сила сцепления здесь, и тут еще так много запаса. Будьте осторожны с этим. Водитель может говорить вам, что я поворачиваю рулевое колесо, и у меня недостаточная поворачиваемость, потому что я чувствую, что сцепление на передней оси падает. Нет, 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 нет. MZ падает, не Fy. Будьте осторожны с этим. Если вы понимаете это, вы можете помочь водителю понять это тоже. Это потому, что момент на руле достигает максимума до наступления максимума силы. Далее возьмем другой пример. 2,6 градуса, а максимум силы на 5,6 здесь. Для красной шины вы имеете 2,5, когда максимум силы на 4,9. И это поможет вам понять взаимосвязь между Fy. Опять же, тут моя ошибка, это Fy от угла ввода. Да, и вот это другой пример. Здесь Fx от коэффициента проскальзывания, это продольное сцепление. Ха, подождите-ка, подождите-ка. Вы согласны со мной, что если я отмотаю назад, лучшая шина зеленая, верно? Лучшая для поперечного сцепления. Теперь, когда это касается торможения или разгона, когда вы смотрите на Fx от коэффициента проскальзывания, какую шину вы выберете? А, теперь голубая, не лучший вариант, но она между зеленой и красной. А на малых коэффициентах проскальзывания около 5%, почти одно и то же. И когда вы попробуете работать на уровне 8% коэффициента проскальзывания, зеленая определенно лучше. Итак, вы понимаете, вы не можете менять шины от одной динамической дисциплины к другой. Но идеальная шина для восьмерки – красная, а для ускорения – зеленая. Ха, теперь вам нужен компромисс здесь. Хорошо, вот другой график, на котором влияние изменения развала. Наклон характеристики зеленой намного больше, чем у голубой и красной. Итак, некоторые шины более, а некоторые менее чувствительны к развалу. Это будет влиять на две вещи. Первая – это величина статического развала, который вы будете использовать. Вторая – это определение изменения развала в торможении, крине, повороте колес. Это позволит вам понять, в каком диапазоне должен находиться развал, исходя из чувствительности по развалу. Теперь, давайте взглянем на эллипс сцепления. Четко видно, что голубая шина. Вы не хотите ее использовать, это говно какое-то, она не очень хорошая. Красная шина. А, опять. Когда вы смотрите… Так, 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 подождите, подождите. Это только для трех и шести килоньютонов. И это только для одного развала. Вы должны посмотреть на разные углы развала. Но четко видно, что красная шина намного лучше. Она более симметрична, к слову. Красная шина намного лучше зеленой, когда речь идет о чистом поперечном сцеплении. Будь то низкая или высокая нагрузка. Когда речь идет о торможении или разгоне, зеленая шина определенно лучше. И если вы, например, тормозите и поворачиваете, вы видите, что зеленая шина имеет здесь преимущество. Хорошо. Итак, это пример эллипса сцепления. Вы должны быть в состоянии строить его. Давайте все же сделаем выбор. С точки зрения поперечного сцепления, красная шина C лучше. С точки зрения продольного сцепления, определенно зеленая шина B лучше. С точки зрения комбинированного режима, вы точно не хотите использовать голубую шину. Для меня зеленая шина здесь несколько лучше. Если вы вернетесь назад и посмотрите сюда, где у нас комбинированный режим. Так что, может быть, я должен поставить сюда еще один плюсик. Угловая жесткость. Низкая, средняя, высокая. Чувствительность к нагрузке. Все в одну сторону. Чувствуем Z. И вот теперь оптимальный развал в торможении. Оптимальный развал, который вы хотите использовать. Какая оптимальная рабочая температура. Это те вещи, которые вы можете делать с данными по шинам. Здесь вот я смотрю на комбинацию сцепления. 1,94 в продольном направлении торможения плюс 1,76 в продольном ускорении. Средняя 1,5 в поперечном сцеплении 1,57 и 1,57. Вы видите коэффициент сцепления продольный. 1,85, 2,07, 1,88. Очевидно, зеленая шина победителя. В поперечном сцеплении 1,56, 1,67, 1,71. Очевидно, кто лучше. Но вы видите, дельта не всегда одинаковая. Потому что здесь между 1,06 и 1,71 у вас 11 сотых. Когда между 1,88 и 2,07 у вас 12,7 и того 19 сотых. Итак, у вас большее преимущество зеленой шины по сравнению с красной в торможении. После чего вы добавляете преимущество красной над зеленой в поворотах. Мы использовали это в симуляторе движения по кругу. Мы задали шины в таком симуляторе и попробовали их на Сильверстоуне, Нюрнбурклинге, Спа, Монако, Монса и так далее. И потом получили разные времена круга. И вы видите, что шина А проиграла здесь. А лучшая шина, шина С, красная. Хорошо. Это дает вам представление, как вы можете использовать данные по шинам. И это конец моей презентации. Я примерно вложился в данный мне час с 60 слайдами. И я, извиняюсь, я исправлю вот эту небольшую вещь здесь, прежде чем я перешлю информацию тебе, Андрей. И... вуаля! Это... 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 Это очень-очень короткая презентация. Я напугаю вас. Я покажу вам кое-что, если вы не возражаете, конечно. Хорошо. Это... семинар Optimum G, который мы преподаем в университетах, например. У вас было 60 часов... ой... 60 слайдов. Очень быстро. Этот же семинар, я не знаю, можете ли вы прочитать, из 1251 слайда. Что я пытаюсь сказать? Это то, что в один час я дал вам очень быстрое начало того... того... того, что вы можете делать с вашими данными по шинам. Одна вещь, которую я хочу сказать вам, и которая будет заключением. Вы не можете проектировать автомобиль без понимания шины. И между тем, вы не можете проектировать шину без понимания автомобиля. У вас есть возможность за 500 купить навсегда данные из TTC. Вы должны сделать это. Вы должны понять значимость, что они значат и как использовать эти данные для проектирования нового автомобиля. И... теперь я готов к вопросам. Хорошо, спасибо, Клод. Это было великолепно. Что ж, ждем любых вопросов. Могут быть проблемы с языковым барьером, поэтому, если необходимо, ты можешь... Я, конечно, предпочитаю, чтобы ребята пробовали говорить на английском, но если нет... Андрей, может быть, ты мог бы переводить, если у ребят есть вопросы, да? Вопросы есть? Да, конечно. Так, Клод, у нас есть вопрос от студентов. Вопрос про сцепление. Они имеют данные с тестов, подготовленные для использования в Adam's Cars, и они обнаружили, что теоретическое сцепление 2.2... Из симуляции? А, да-да-да, понял. Да, 2.2, но реальное сцепление, которое они достигли на их автомобиле, 1.5. В чем причина такой большой разницы между данными со стенда и реальными данными? Вот вопрос. Хорошо. Прежде всего, хочу сказать, что... Вы должны быть очень осторожны, потому что... Потому что... Хорошо. Это не ваш вопрос, но... Но вы должны быть очень, очень осторожны, когда используете Adam's. Я никогда не видел за 20+, за 24 года в роли судьи на формуле студент, я никогда не видел команду, а я видел много команд, которая бы хорошо обращалась с Adam's. Не поймите меня неправильно. Adam's очень хорошая программа. Мы используем Adam's, но это монстр. Это как использовать 20 ракет, чтобы убить комара. Надеюсь, вы понимаете. Adam's переусложняет задачу. Не поймите меня неправильно. Я не критикую Adam's. Я говорю, что для команды формула студент, и особенно для команд с недостатком опыта Adam's, не лучший способ делать это. Хорошо. Это сказано. Почему же есть разница? Первая причина в том, что асфальт, который у вас на стенде, не тот же самый, который у вас на реальной трассе. Вторая причина. Ваш водитель не обязательно... А вы спрашиваете про Adam's... Так, так, подожди, что вы сравниваете? Можешь ли ты повторить вопрос? Adam's и что? Адам... Реальные данные с трассы. А, настоящие данные. Хорошо. Первое. Шины на стенде испытываются на асфальте, который не имеет ничего общего с тем, что у вас на трассе. Температура трассы также может давать большое различие. И я скажу вторую причину. А вы точно используете все шины на пике вашего угла увода? Пике поперечной силы и так далее. И это зависит от конструкции вашего автомобиля и водителя. Я хочу сказать, что вы решили, что идеальный угол увода 6 градусов. Действительно ли шина используется на 6 градусах? У вас есть податливости. Это проблема номер один. Автомобиль никогда не конструируется таким, каким должен быть. Всегда есть податливость, которая является первой причиной, что водитель... По-другому... Извините. У вас есть податливость, которая одна из проблем, с которой встречаются большинство команд формулы студент. И потом... Тут есть водитель. У вас должен быть так называемый коэффициент коррекции. Так, привет мне. Я сейчас здесь. Я покажу вам пример. Подождите, мне нужно открыть новый файл, который поможет вам это понять. Это семинар на тысячу слайдов примерно. Перематываю. Бра-бра-бра-бра. Это где-то здесь. Да. Я покажу вам. Вот, вот, вот. Хорошо. Это по шинам с пассажирского автомобиля. Это поперечное сцепление. Вы думаете, что вы получите коэффициент сцепления 1.0. Но вы дальше идете на восьмерку и получаете только 0.8. Это значит, что вы должны применить коэффициент корреляции в формуле ПСЭшка. И уравнение ПСЭшка позволяет это сделать. Вы должны быть осторожны с этим. Давайте я приведу пример. Я прошел через это. Вы берете очень мощную программу симуляции движения по трассе и видите, что в этом повороте вы должны пройти на скорости 160 км в час. Ага. Но водитель не может сделать это быстрее, чем 150. Хорошо. Вы применяете коэффициент корреляции. Теперь вы сравниваете данные с вашей симуляцией. И так вы настраиваете вашу симуляцию, чтобы время круга было в точности такое же. Хорошо. И потом вы приглашаете Примадонну, водителя типа Айртона Сене и бум! Водитель отыгрывает на этом автомобиле 8 десятых. И неожиданно вместо 150 пилот проходит этот поворот на 158. Ха! Ваша симуляция и модель шины не так уж плохи. Поэтому вам нужно быть очень осторожным здесь. Вот пример, как мы используем коэффициент коррекции. Вы видите здесь данные по шинам. Вот это реальность. И вы видите здесь, между прочим, коэффициент коррекции, что шина весьма неплоха на низких углах увода. Но вам нужен масштабный коэффициент 0.8 на высоких углах увода, где автомобиль весьма хорош. Поэтому вы можете использовать коэффициент коррекции в зависимости от угла увода, на котором вы работаете. Но опять же, весьма вероятно, что у вас будет различие. Я скажу вам, это... Я скажу вам, это без разницы, потому что я скажу вам, у вас так много параметров, касающихся шины и так много параметров, касающихся автомобиля, что вы никогда не попадете в вашу симуляцию. Вы работаете в относительном измерении. Когда вы идете испытывать ваши шины на стенде, вас интересуют изменения в одну десятую бар давления, изменения в 1000 ньютон или, допустим, в 100 ньютон. Вас не интересуют абсолютные значения, вас интересует наклон кривой, изменение области. Поэтому это нормально, что вы пришли с данными по шинам, которые слишком хороши по сравнению с тем, что у вас есть на трассе. Коэффициент коррекции. Спасибо. Комментарий. Я решил не комментировать лекцию Клода, потому что в рамках идеи лекции он построил все очень хорошо и комментарии на самом деле будут просто требовать углубления в отдельные аспекты, которые тянут на отдельные лекции. Но вот именно в этом месте мне показалось, что мысль Клода была неясно выражена. Клод говорит, что с коэффициентами коррекции надо быть осторожным, потому что могут применяться разные типы коэффициентов в разные моменты времени, в зависимости от того, в каком диапазоне углов увода работают шины. В его примере как раз таки сравниваются два типа, коэффициент коррекции по сцеплению и коэффициент коррекции по угловой жесткости. В модели волшебной формулы посежки можно применить два коэффициента, они входят в разные места формулы и один хорошо работает на малых углах увода, другой на больших. Тут я добавлю, что интересность в том, что автомобиль практически никогда не использует все четыре колеса на пределе возможностей. И может быть такая ситуация, когда какие-то колеса работают в диапазоне больших углов увода, а какие-то нет. Причем, наверное, точнее это можно сформулировать, как какое-то колесо работает в области до пиковых характеристик, а какие-то за ней. И вторая ситуация, что в начале на входе в поворот у вас шины работают на малых углах, а в центральной части на больших. В общем, вы видите, что все весьма сложно даже с, казалось бы, простым применением коэффициента коррекции. Клауд? Да. Один вопрос. Мы говорили, что очень важно использовать данные по шинам, особенно в процессе проектирования автомобиля. И вопрос. Данные по шинам и модель шин. Да. Может быть, я пропустил это где-то внутри часовой лекции, но можем ли мы где-то взять данные популярных шин формулы студент? Например, Hussier или Continental? Да, да, да. Прежде всего, я хочу сказать спасибо и поздравить тебя за твой английский и за ношение маски, к слову. Это хорошая штука. Я не уверен, что я понял, что значит популярные шины. Если вы покупаете данные из TTC, то у вас будет доступ к данным по всем шинам Hussier или Goodyear, которые как раз популярны в формуле студент. А, то есть мы можем купить их? Да. Понял, спасибо. Это и был мой вопрос. В TTC у вас, я не помню сколько разных шин там, но точно большинство из тех, которые применяются в формуле студент. Если вы придете с шинами, которые никогда не использовались в формуле студент, возможно их там нет, но, но. Допустим, у вас есть российская шинная компания, которая хочет разработать шины для формулы студент. Вы всегда можете попросить их выслать шины в CalSpan и они будут испытаны в следующей серии испытаний. Что я хочу сказать. Если есть шины, которых нет там, TTC открыты, где испытать новые шины. Хорошо, я понял. Обычно все 10 и 13 дюймовые шины производства и Goodyear, и Hussier, и Continental, и даже каких-то других производителей, я не помню весь список, доступны в TTC, это точно. Хорошо, Клод, я думаю, у нас пока больше нет вопросов. Спасибо. Я думаю, мы сделаем короткий перерыв. Перерыв в 10 минут подойдет вам? Да, хорошо, мне нужно сделать быстрый пит-стоп и я буду здесь через 10 минут. Отлично, спасибо, увидимся через 10 минут. Комментарий. Клод поздравил со знанием английского, потому что де-факто английский это инженерный технический язык мира. Вы можете прийти в падок на любой трассе на больших гонках и сможете общаться там на английском. Поэтому Клод крайне активно советует всем учить английский. Это не вопрос национальной или какой-либо гордости. Это просто необходимость, чтобы мочь обмениваться опытом и получать знания. И он прав. Не изучая английский в области автомобилей и автомобильного спорта, вы отрезаете от себя такой объем знаний, что особых перспектив у вас уже не будет. Невозможно пройти в одиночку в нашей автоспортивной отрасли тот же путь, который суммарно проходят все англоговорящие гоночные команды. У них больше соревнований, выше уровень, больше выборка опытных данных, трасс, лучший доступ к средствам объективного контроля. Если вы имеете амбиции для выхода на топовый уровень, то отказ или пренебрежение английским это собственно такое ручное скопление. Поэтому прислушайтесь к этому и изучайте английский хотя бы минимально, чтобы мочь читать технические тексты. По факту сама грамматика английского в техническом языке она не очень сложная, просто нужно знать большинство терминологий, которые там используются.